И тема же сегодняшнего доклада с бэкэндовым фронтенд и мой опыт использования DartArm. Скажите сначала такой вопрос. Вот есть ли здесь люди, которые не относят себя к фронтенд-разработчикам и считают себя из мира, больше из мира бэкэнда, может быть, даже такого системного бэкэнда, кроме людей, которых я знаю. О, круто, слушайте, отлично вообще. Окей, до прихода в Rike я, что совсем недавно, занимался много лет именно такой системной, суровой разработкой, такой Enterprise Hardcore. То есть если вы знакомы там IDL, IDL, Vyashark, может быть, когда-то SoftEyes 100 лет назад, то вы, соответственно, знаете, о чем я говорю. То есть это плюсы, ассемблер и все вот это вот с этим связано. Соответственно, много лет этим занимался, учился этому и вот, собственно, этот доклад о том, почему сегодня я вам рассказываю про переход с бэкэндового фронтенд. Если вернуться лет на 18 назад, давайте пофантазируем, что у нас есть машина времени, мы можем в нее сесть, вернуться в свой 8-9 класс. Все были в 9 классе. И, соответственно, в 9 классе я считаю, что такой знаковый этап. То есть люди уже многое понимают, многое пишут, многие там организуют стартапы, проекты и делают очень много серьезных вещей. И перед этим я на самом деле хочу переместиться еще немного назад, если это можно. То есть если мы пофантазируем и представим наш типичный 9 класс, в этом 9 классе мы все проходим произведения Александра Сергеевича Пушкина и Евгения Онегина. Все его помнят. И в этом произведении есть такая замечательная часть, где Татьяна пытается описать Онегина. То есть она его себе представляет и разными метафорами пытается представить, а какой же на самом деле является Евгений Онегин. И одна из этих метафор — это «Москвич в Гарольдовом плаще». Вот я когда учился в 9 классе, я не знал, что такое Гарольдовый. И в моей книжке не было сноски. Знаете, сейчас такие везде стоят звездочки, снизу написано, что вот это, и отсылка к тому-то, к другому-то. В моей книжке этого не было, я не знал, а на самом деле это отсылка к такому произведению, написанному еще за 15 лет до этого. То есть если Онегин где-то написан в 1835 году, то это отсылка к произведению «Паумничество Чаевд Гарольда», написанное Лордом Байроном. Вы, может быть, не знали об этом, но персонажи, что Евгений Онегин, что Печорин, это вот все реплика с вот этого Чаевд Гарольда из Байронского произведения. То есть Джордж Гордон Байрон написал это произведение, которое, собственно, принесло ему всю славу. И это был хит. В тех годах за один день продали 17 тысяч экземпляров. Я не знаю, кто-нибудь знал вот такой факт. И к чему я все это говорю? У Лорда Байрона была дочка. Ее звали Августа Ада Кинг или Ада Лавлейс или Ада Байрон. И это считается первым программистом. То есть Ада, первый программист, она вместе с профессором из Кембриджского университета разрабатывала машину по такой древний арифмометр, который уже собрали в наше время. Он действительно работает. И вот она делала разложение чисел Бернули. И, собственно, является первым программистом. Это интересно, потому что получается, что отчасти дети, которые сейчас учатся в 8-9 классе, читают Евгения Онегина и занимаются программированием, возможно, благодаря Лорду Байрону. Потому что кривая времени могла пойти по-всякому. И как Великая французская революция повлияла на творчество Байрона, и он написал «Чай от Гарольда», а после этого Пушкин написал Онегина, также, возможно, дочка, которая не хотела быть похожа на своего отца, с которой с ней никогда не общался, занялась математикой, преуспела в этом, и теперь мы занимаемся программированием. Если мы вернемся в наше время, это все не связано с моим докладом, просто мне кажется, что тем, кому совсем неинтересна вся эта тема, может быть, вынесут какой-то интересный факт из этого. Если вернуться в девятый класс нашей школы, то у нас программировали на… Это, допоминаю, где-то в 98-м год, да, Google появился в 98-м году, Java появился где-то там в 95-м, JavaScript появился тоже в 95-м, в 96-м годах. И в нашей школе программируют все на Fortran, Fortran V80. В вашей школе, возможно, было что-то похожее, вы программировали на Pascal. Соответственно, программируют на V80, и даже тогда нам всем понятно, кто учится, что это такой более академический язык, то есть на нем можно писать всяческие формулы, и, собственно, все формулы на нем и пишут. И есть даже такая известная шутка про Fortran, что если вы хотите решить какую-то математическую, физическую задачу, поищите сначала решение на Fortran. У него есть более другая интерпретация, более парадоксальная, что для любой физической или математической задачи есть решение на Fortran. Есть парадокс в том, что если вы сами открываете какое-то решение, получается, что уже есть готовое решение на Fortran, а так как вы его не писали, получается, что оно было до того, как вы нашли решение этой задачи на физической или математической задаче. Это просто очень красиво. Ну, в общем, был Fortran, на котором, или Паскаль, возможно, у вас, на котором даже тогда чувствовал, что ничего написать, собственно, интересного нельзя. И у нас в школе, собственно, был организован, можно не вчитываться, я все прочитаю, что здесь написано там, возможно, это мелко видно, но неважно. И у нас в школе были организованы курсы про JavaScript. То есть был такой JavaScript, я на них ходил, мне очень нравилось, я почитал эту книжку и понял, что здесь инженерии никакой нету. И на JavaScript в те времена ничего особенного не написать. То есть это все как-то… вот я прочитал всю эту книжку, и мне вообще все понятно, и я понимаю, что, зная эту книжку, можно сделать все, что угодно, и это просто неинтересно на тот момент. Вот здесь в Twitter обыгрывается шутка про то, что JavaScript фреймворков больше, чем приложений, которые используют эти фреймворки. И стрелочки, как бы я дальше расскажу, как бы переход из того, что было, когда JavaScript особенно был никому не интересен, и в как бы современный мир, в котором мы живем, собственно, сейчас. И сверху, помимо того, что это цитата, вступительные титры из «Звездных войн», это строчка кода, написанная на самом популярном, двух самых популярных на тот момент языках, это сияла. То есть тогда эти… кстати, это и сейчас самые популярные языки для тех, кто не знает. Собственно, и мы все думали, что, собственно, и действительно на тот момент это было так, что все где-то вот в том мире. И действительно, если вы жили тогда, то вы видели, что все тулы, которые вы используете, они по большей части нативные. То есть если вы с кем-то общались, то вы, не знаю, вы, может быть, использовали какой-нибудь IRC, какой-нибудь IRC, он был написан на пульсах, если вы, я не знаю, ссылали почту, возможно, вы до сих пор использовали TheBat, который тоже, наверное, на чем-то таком написан. Если вы, я не знаю, что-то делали, то у вас была куча программ, у всех такие были сборники этих маленьких программок, и все они были по большей части нативные. Ну и, собственно, все ушли в этот мир. Я думаю, если здесь кто-то есть приблизительно моего возраста, вы понимаете, о чем я говорю. То есть повально шли в такую нативную разработку университет, дальше различные предприятия и так далее и тому подобное. Но мир вокруг нас начал меняться. И произошел бум веба, то есть у всех появились мобильные телефоны, все стали активнее друг с другом общаться, бум доткомов, сайты начали расти, как грибы. И объем информации, который стал обрабатываться в вебе, стал больше. Ну что мне вам рассказывать, вы все про это знаете. Здесь, те, кто не видит, здесь такая шутка обыгрывается, как представляют друг друга фронтенд и бэкэнд-разработчики. То есть, соответственно, бэкэнд-разработчики думают, а этот фронтенд, он там играется с JS, HTML и CSS, а фронтенд-разработчики думают, господи, какая там может быть бигдата или еще что-то. В бэкэнде они просто занимаются базами данных. Круто так, create, read, update и delete. То есть они все, что они делают, это они пишут сиквельные запросы. Стало происходить разделение, да, и вот когда я начинал, все, собственно, не было как таковых фронтенд и бэкэнд-разработчиков, были просто бэкэнд-разработчики, но вот все стало по чуть-чуть расходиться. И что интересно, что в какой-то момент, вот я начал говорить с того, что вот здесь слева там не было особо никакой инженерии, не знаю, как правильно сказать, то спустя какое-то время, на самом деле, если так обобщить, то уровень сложности приблизительно стал одинаковый, если эту сложность измерять временем. То есть вы можете продолжать заниматься там, могли продолжать заниматься в своем микромире с точки зрения наблюдаемого пользователя. То есть когда пользователь говорит, чем ты занимаешься, ты говоришь, я пишу систему виртуализации, я не знаю, или разрабатываю ядро докер-контейнеров, они думают, что вы делаете калькулятор или ворд или что-то такое, но когда вы показываете их сайт, то есть или, я не знаю, что-то там наподобие инстаграма красивое, им кажется, что это вот, это просто невероятная фантастика. И мир изменился настолько, что на самом деле, что в мире бэкэнда, что в мире фронтэнда, задачи стали по сложности одинаковыми. То есть вы могли заниматься чем-то, я не знаю, год на бэкэнде, и, собственно, точно так же это требовало у вас разработки, не знаю, года на фронтэнде. Могло такое быть. И вот лично я и многие мои коллеги смотрели на все на это издалека и смотрели, как менялся мир фронтэнда, и он менялся как-то совершенно нездорово. То есть в нем появился JavaScript, как я вам сказал, в 95-м году, и особенно так глобально этот JavaScript не изменился. Ну, вы можете мне говорить, что он изменился, у него много всего добавилось, но это не совсем так. И вот то, что Слава из Гугла рассказывал про различные варианты возможности создания объектов, это вот где-то оттуда. И, в общем, все смотрели на этот мир фронтэнда и не понимали… Точнее, было в целом понятно, как сделать что-то простое, но было совершенно непонятно, как применить те проверенные подходы годами на рельсах, собственно, имеющихся решений. То есть для сравнения у нас в Райке, здесь в Питерском офисе, если я не ошибаюсь, 45 фронтэнд-разработчиков. И там фигурирует цифра 250 тысяч строчек кода на дарте и, по-моему, более 2 миллионов на JavaScript. Это колоссальный объем. И с имеющимися подходами, которые есть в JavaScript-овом мире, менеджить и поддерживать такие проекты было бы невероятно тяжело. И спустя какое-то время появились мостики. Мостики как бы из мира бэкэнда вот в мир современного фронтэнда. Я сейчас говорю про Dart, но чтобы не разговаривать тему холивара, я считаю, что TypeScript — это тоже такой же мостик и другие подходы. Это мостики, которые позволяют применить проверенные годами подходы универсального языка, я имею в виду объектно-ориентированного подхода, принятого и понятного, проверенного десятилетиями на, собственно, в мире фронтэнда. То есть действительно, Игорь в самом первом докладе начинал с того, что мы можем взять C++ разработчика, и он придет, и он будет писать фронтэнда. Он будет использовать бэспрактисы, которые он знает, которые он понимает, которые он годами использовал, и он легко интегрируется в команду и сможет писать код, который превратится в рабочий, высокоскоростной, безбажный, покрытый тестами код на стороне фронтэнда. И Dart — это такой вот инструмент, который позволяет вам это сделать. Я когда, то есть если говорить про чист меня, то я когда попытался что-то писать на Dart, то есть я практически не заметил разницы. Если вы писали, ну ладно, не на C++, допустим, на C-шарпе, то вообще разницы не заметите. То есть это вот как будто чего не поменялось, только у вас extension методы отняли. Разницы больше никакой нету. Ну и еще чуть-чуть. Но это, наверное, когда-нибудь вернут, когда он станет совсем строго типизированным. На самом деле я не топлю. Здесь написано, что архитекторы и инженеры, можно сказать, самые счастливые люди, самые удачливые люди в мире, потому что они создают собственные монументы с общественного одобрения и за общественные деньги. Это действительно так. Так, и я хотел бы сказать, что все мы стремимся быть великими инженерами. И сейчас мир меняется так, что недостаточно быть, сидеть в своей, как бы, я не знаю, зоне комфорта. Я не говорю только про бэкэнд, я и про фронтэнд тоже говорю. Недостаточно сидеть в своей, как бы, вот этой скорлупе, и нужно смотреть на мир и то, что происходит вокруг вас. И если вы занимаетесь фронтом, то очень интересно, на мой взгляд, у вас будет гигантский опыт попробовать из бэкэнда. А если вы занимаетесь бэкэндом, то нужно пробовать то, что окружает вас, и то, что сейчас стремительно летит локомотивом, и подобным маленьким ядерным взрывом прорастает везде. Я имею в виду про веб, а он сейчас действительно такой. И попробовать себя в мире фронта. И райк, такая хорошая возможность испытать себя. То есть это такая своеобразная реклама. Действительно, мы ждем всех, кто программирует на любых языках. И если у вас есть хороший опыт программирования, неважно на чем, говорили Smalltalk, замечательный язык. Если вы хорошо программируете на Smalltalk или на Fortran V80, то мы вас ждем, приходите, и вполне возможно у вас получится великий инженер, великий разработчик. Спасибо.